Привет! А скажите, как вы относитесь к покупному слоеному тесту? Обычному, бездрожжевому, дрожжевому? Как вы относитесь? Когда не покупали? А зря! Вот у меня в холодильнике всегда есть рулон такого теста. И вот сегодня к чаю ничего нету. Я приготовила вот такие замечательные пирожки, булочки. Как я это делала? Смотрите видео. Ну что, используя тесто слоеное, у меня бездрожжевое сегодня. Я с холодильника достала и в холодильнике, с морозилки достала в холодильнике, полностью его разморозила. Видите, оно мягенькое. Ну, пока я его в холодильник положу, пока я буду делать начинку. Сегодня я хочу использовать творог, яблоки, то есть такая у меня будет начинка. Вы можете делать как улитка, вы можете делать форма ваших изделий, любая. Что я сейчас делаю? Сейчас я подготовлю яблоки, очищу и нарежу их такой, знаете, соломочкой, потому что кубиком, как обычно, выпадает с начинки, а соломкой друг за друга засыпляются кусочки и будет хорошо. Так что сейчас я занимаюсь пока начинками, а это в холодильник. Так, яблочки готовы. Я чуть-чуть их вот так вот присыплю корицей, не буду лимонным соком. Вот так. Все это мы быстро делаем. И сейчас занимаюсь творогом. Пачку творога. Разделю одно яйцо, желток для смазки наших изделий будет. Сюда добавлю чуть-чуть сгущенного молока, можно добавить сахара, можно добавить изюма, пудра, что хотите. Вот здесь начинку с творогом делайте, что хотите. И здесь я, наверное, к яблочкам добавлю еще очень много в морозилке у меня замороженных ягод. И вишня есть, и клубника, и малина, и смородина двух видов. Посмотрю. Так что сейчас я яйцо разделяю, желточек оставляю, а белок добавляю к творогу. И сразу включите уже духовку. Пусть разогревается. Поставьте на 200 градусов, потому что наше изделие мы будем отправлять уже в горячую духовку. Сюда вот можете добавить изюма. Чуть запарить или просто помыть, просушить бумажным полотенечком и отправить к творогу. Сейчас я это сделаю. Вот, вымесила и теперь салфеточкой протерла, промокнула, вернее, изюм. Вот он. И перемешиваю. Еще у меня есть миндальная мука. Вот я открыла, мне нужно ее использовать. Я добавляю миндальную муки. У вас нет, не добавляйте. Это просто потому, что у меня есть, и мне нужно использовать ее. Все. Начинка готова. Яблочная и творожная. Сейчас я застилаю стол ковриком. Чуть-чуть муки. И будем раскатывать тесто и формировать с него изделие. Достаю тесто. Чуть-чуть мукой примазала. Так, сейчас посмотрим, как оно переложено. Потому что некоторые теста перекладывают пергаментом, некоторые не. Я вам скажу, что переложенные лучше. Видите, пристает тесто. Не очень удобно его отдирать. Но ничего, не спеша. Вот так потихонечку. Никто в шею не гонит. Разматываем тесто. Вы можете даже, знаете, вот такими полосочками его вот размотали и отрезали. Какой у вас будет величины изделия. Вот это плохо. Смотрите, когда покупаете, смотрите, чтобы было тесто переложено, хоть фило, хоть слоеное, переложено пергаментом. Вот видите, как неудобно пользоваться вот так. Но ничего, разделим. Так, разделяю тесто. Так, и теперь я нарезаю на квадраты. Я хочу толстенье, чтобы тесто было побольше. Не буду раскатывать. Вот как есть, так и буду делать. Нарезаю на квадраты. Вот так перевернуть больше муки. Ну, я на глаз, но вы старайтесь, чтобы были одинаковые. И вот с этих квадратов мы будем формировать наше изделие. То есть по сгибу разрезаем, если вот так быть точным. Так, раз на три делим каждую полоску. Но опять-таки, это вы делаете, как вам нравится. Вот я сейчас поделюсь, сделаю такие заготовочки, вот такие квадраты. Чуть-чуть присыплю вот здесь мукой. И вот так вот буду и складывать. Даже можно и здесь. Ну, просто чтобы удобно было. Все, разрезаю на квадрат. Все, готово. Теперь чуть-чуть. Муки много не надо, вот в самую малость. Чуть-чуть вот подобьем, чтобы было одинаковое, чтобы по толщине было одинаковое пальчиками. Не надо. Я скалку доставала, но она не нужна. Вы здесь пальцами чувствуете, как вам нужно сделать. Так, и теперь. А я не взяла ложку для яблока сейчас. Я буду делать вот так вот, смотрите. Творог и яблоко чуть-чуть. К яблоку я не буду добавлять сахара, потому что у меня яблочки сладкие. Поэтому вот так вот сделаю. Вы можете по отдельности. Это как вы хотите. Ну, и теперь. Закрываю наш пирожок. Я сделаю так, как наподобие как самса. То есть вот здесь соединяете. А потом вот так вот собираете. Можете вот здесь соединить. Это уже как вы хотите. Подбиваю. Ну, так, чтобы они одинаково были по размеру. Теперь можете у те штучки сделать вот эту красивую косичку. Не хотите, не надо делать ее. Это как вы хотите. Потому что если вы тонко раскатаете, начинки много невозможно будет положить. И слоеное тесто, оно в теме хорошее, что оно подымается. И оно тогда, знаете, такое вкусное. Все. Выкладываю на противень. И быстренько формирую все вот такие пирожочки. Я расположила так, потому что нужно, чтобы они не приклеивались. Потому что они будут сходить. Но все, тесто получилось. И начинки хватило. То есть на килограмм теста все нормально. Этот желток я добавила чайную ложку мацони. Вы можете молочка, можете сметанки. Можете вообще ничего не добавлять. Хорошенечко взбиваю и смазываю поверхность. Вот смотрите. Ну, я просто не хочу. Конечно, лучше, когда просто обильно. Очень сильно смазано. Ну, у меня вот один желток. Я так вот его растянула. Смазала и смазала. Все готово. И сейчас отправляем в духовку. Обычно перед выпеканием в духовку разогревают 200-250 градусов. И выпекают при температуре 180-200. Я лучше поставлю на 180, потому что духовка у меня очень горит. И до золотистого цвета. Смотрите, с обдува можно. Каждый смотрит по своей духовке. Я уже вижу, что готово. Я присыпала еще по чуть-чуть. Вот так шоколада для запаха. Вот такая у меня есть стружка шоколадная. Это просто для запаха. Оно на внешний вид растает. И еще буквально 2 минуты и достаем. Достаем. Посмотрите, какая красота. Эх, шоколад вот сюда упал немножко. Смотри, какая красота. А шоколад, я не знаю, из чего он сделан. Что он просто, знаете, как сажа. Вот здесь вот, видите. Может, надо было и не посыпать. Я думала, он так растечется. Оно просто как черные кусочки. Видите? Ну, ничего страшного. Так, сейчас кое-где открылся. Остывает. И мы с вами попробуем. Ну что, смотрите. Я думаю, что и на ужин, и на чаепитие, и на завтрак хватит таких булочек. Ну, давайте попробуем. Ну, вот немножечко она тут разлепилась как бы. Давайте мы попробуем. Но она еще, конечно, горячевата. Но, слышите, какое хрусткое тесто. Это за того, что мы не раскатывали тонко. Все прекрасно получилось. А ничего нигде не подгорело. Смотрите, единственное, что меня подвел немножко вот этот шоколад. Крошка шоколадная. Ну, это такое дело. Давайте. Ой, как же ж оно. Смотрите, как оно все хрустит и ломается. Просто сказка. Пробуем. 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 Пробуем.